Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы поговорим с вами о картофеле. Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим с вами о довольно такой актуальной и спорной теме, можно ли использовать продовольственный картофель на семенные цели. Вот давайте представим, пришли вы на рынок, продается продовольственный картофель, вам он понравился. Или вы выращиваете у себя на участке картофель и из года в год отбираете клубни для воспроизводства растений, для воспроизводства сорта. Можно ли так делать, стоит ли так делать и в каких случаях какое решение необходимо принять? Прежде всего, хочу ответить на многочисленные вопросы наших зрителей, которые касаются обозначений, элитный картофель, неэлитный картофель. Особенно теперь, в сезон активной реализации семян подпосадочного материала картофеля, можно встретить очень много рекламы в интернете. Семена элитные, семена элитного картофеля, элитные сорта. Что это все обозначает? Дело в том, что в семеноводстве, а семеноводство – это система производства семян, выращивания семян любых растений, принято три категории семян. Это оригинальные, из которых получаются элитные, а из них уже репродукционные. Любые семена должны быть получены в специальном семеноводческом процессе. Этот семеноводческий процесс может осуществляться кем угодно. Но этот человек, если он хочет продавать семена или организация, должна пройти все необходимые процедуры, которые называются апробация, то есть установление сортовых качеств семян, а также оценку качества уже непосредственно семян, которые впоследствии будут высеваться или высаживаться. Качество одно и второе подтверждается документами. Это очень важно, потому что в случае отсутствия документов на семена или посадочный материал, что в сущности то же самое, вы имеете очень большие риски того, что вам подсунут что-то такое плохое, из чего ничего хорошего не получится. Возвращаясь к вопросу картофеля, надо сказать, что элитные семена, семена элиты, ни в Российской Федерации, ни в Республике Беларусь практически никто не продает для населения. Почему? Потому что это очень дорого. Как происходит процесс семеноводства? В научных учреждениях или в специальных хозяйствах специально обученные люди, специалисты в своей области проводят отборы типичных и здоровых растений, которые впоследствии будут применяться для размножения. Количество этих растений очень небольшое, и урожай от них очень небольшой, а вот затраты на производство этих семян весьма велики. Оригинальных семян всегда мало, а в отношении картофеля надо сказать, что это растение, для которого очень широко применяется способ микроклонального или пробирочного размножения. Это требует специальной подготовки, оборудования, гормонов, агар-агара, сред. Эта работа мало отличается от микробиологической по своей сложности и по требованиям к стерильным условиям и так далее. Поэтому эти оригинальные семена очень дороги. Их могут себе позволить только достаточно богатые организации, которые будут производить элиту картофеля, элитные семена. Элитные семена получаются разными способами, но в основном путем последовательных пересевов оригинальных семян. Понятно, что количество поколений вот этих элитных растений, по крайней мере в Республике Беларусь, ограничено всего лишь одним поколением. Последнее поколение оригинальных семян посеяли, получили элитные семена, и все на этом производство элитных семян закончено. Их тоже совсем немного. Как правило, такие элитные семена скупаются крупными хозяйствами, фермерами, производителями репродукционных семян. И вот уже репродукционные семена имеют шанс попасть к нам в огород. Я перед собой держу требования к сортовым и посевным семенам картофеля для того, чтобы рассказать о том, чем репродукционные семена, отличаются от продовольственного картофеля. Дело в том, что в репродукционных семенах, ну, во-первых, обязательно нормируется сортовая чистота, то есть, чтобы посадки принадлежали действительно тому сорту, который заявляется на этикетке. Продовольственного картофеля название сорта вы не узнаете. Ну, иногда не так важно, какое там название этого сорта. Да, важно, чтобы картошка была хорошая. Но при всем том, это тоже важно, чтобы не было большой пересортицы. Кроме того, очень важно, что при производстве репродукционных семян в обязательном порядке, в поле специалистами оценивается наличие вирусных заболеваний, наличие растений с признаками вирусной инфекции. Количество таких растений должно быть не более 10% от числа растений посева. Это означает, что если число превышает, то такой картофель имеет все шансы попасть в разряд продовольственного. Если вы его купите, то с большой долей вероятности вы заселите к себе и ко всем своим соседям большое количество вирусных заболеваний картофеля, которое, как вы знаете уже из наших выпусков, передается вместе с тлей. Поэтому это очень-очень важный момент. Кроме того, нормируются такие показатели, как размер клубней, с повреждениями клубней, механическими, еще какими-то. Но это не так важно для приусадебного возделывания, если глаза видят, что покупают, глаза видят, что отбирают. Как правило, люди покупают в небольшом количестве семена и имеют шанс отобрать такие клубни, какие им нужны. Кроме того, вот нормируется также количество клубней, пораженных различными болезнями. В сумме не более 12% клубней может быть поражено болезнями. Но однако же эти болезни могут присутствовать на клубнях. Это нормально. В элитных только 8% клубней может иметь какие-то признаки болезней. Собственно говоря, это и все такие важные требования, потому что по остальным требованиям разницы между элитными и репродукционными семенами нет. Поэтому, если вам предлагают за большие деньги элитный картофель, как минимум потребуйте у продавца документы, которые бы подтверждали, что тот картофель, который он реализует, действительно относится к элитным семенам. Или же это просто красивое маркетинговое слово. Да, элита. Нам нравится такое слово. Нам кажется, что все будет очень-очень качественное. Ну, а у меня на столе лежит сетка продовольственного картофеля. Я себе их купил 5 штук. Зачем? Сейчас поясню. Если мое чутье сортоведа мне не изменяет, то в этой сетке имеется сорт картофеля, который называется Гала. Это шедевр немецкой селекции. Превосходный сорт средне-ранних сроков созревания, который замечательно хранится практически до нового урожая. Я его купил в гипермаркете Минском. Ну, собственно, эти гипермаркеты по всей стране нашей, по всей Беларуси распространены. И почему вот я его себе выбрал для дальнейшего размножения? Ну, во-первых, сорт Гала является очень устойчивым к множеству различных заболеваний, за исключением разве что резоктаниоза. У него превосходный вкус. У него большой урожай. У него, как теперь все сорта голландские, немецкие, вот все картофелины примерно одинакового размера вырастают. С одного куста вот таких вот картошечек можно собрать до 15 штук. Картофель очень красивый, ровный. Глубина залегания глазков, а это очень важный признак для картофеля, чем меньше глубина залегания глазков, тем меньше будет отхода при чистке этого картофеля. Ну и он красивее выглядит, он более ровный. Вот у него очень маленькая глубина залегания глазков. В магазине он продается еще совершенно заснувший, то есть он хорошо хранился. Он отмытый. А раз он отмытый, значит, я могу через сетку наблюдать сам, сколько там клубней примерно с признаками заболевания. Я в этой сетке вообще не нашел ни одного клубня с признаками заболевания. А помните, что в том, который будет продаваться в 5-6 раз дороже, как семенной, будет допускаться до 12% клубней с признаками различных заболеваний, преимущественно грибных, парши и так далее. Он мытый. Почему мне еще нравится, что он помыт? Дело в том, что когда картофель помоется, он очень быстро начинает заболевать серебристой паршой, если там есть возбудители этой инфекции. Так вот, раз он помытый и здесь нет признаков заболевания паршой серебристой, это означает, что производитель произвел очень хорошее мероприятие по уходу за своими посадками, по уходу за растениями. Они совершенно чистенькие, тут вообще никаких признаков парши совершенно нет. Кроме того, я вижу все механические повреждения. Никаких механических повреждений здесь нет. Сорт этот с белыми цветочками, предназначен он преимущественно самим производителем для запекания. В нем не очень много крахмала, он не разваривается прямо в кашу, когда готовится картофельное пюре. Но, однако же, у него превосходные вкусовые качества, это замечают все. Что мне еще в нем нравится, то, что он очень хорошо удается на различных почвах. Дело в том, что картофель очень сильно приурочен к... Какие-то сорта любят песочек, какие-то глину, какие-то торф и так далее. Этот является гораздо более универсальным. Ну, а кроме того, купить немецкий картофель семенной официально, а немцы и голландцы ниже, чем элита, картофель не производят, это, можно сказать, единственный шанс купить элитные семена картофеля просто в магазине, то только если они непосредственно привезены из-за границы. Ну, не скажу на 100%, потому что, может быть, кто-то и в России, и в Беларуси продает семена элит. В Беларуси я такого не встречал, честно вам скажу. Так вот, это замечательный шанс приобрести прекрасные немецкие семена в виде продовольственного картофеля в гипермаркете за очень небольшие деньги. Хочу вам сказать, конечно, не все... Ну, фермер имел возможность купить эти семена в Германии и произвел таким образом вот такой продовольственный картофель. Более того, что мне еще в этом нравится? В том, что когда немцы, например, продают картофель в Беларусь для выращивания, как правило, они не разрешают его размножать. Не может немец получить из него репродукционные семена, он должен из элитных сразу получить продовольственный картофель и продать его в виде продовольственного картофеля. Если только у них нет лицензионного соглашения, потому что сорта запатентованы и бла-бла-бла, все остальное прочее. Так вот, судя по внешнему виду этого картофеля, это как раз тот самый случай, когда элита была ввезена, и урожай из элиты вот уже у нас предлагается к столу. То есть это не просто семена, а семена первой репродукции, и по внешнему виду это семена высочайшего качества. Насколько я могу судить по внешнему виду этого картофеля. Конечно, здесь не обозначено, что это сорт гала, но я за время работы в государственной инспекции по испытанию сортов насмотрелся этого картофеля огромное количество. И вот как бы чуйка сортоведа позволяет мне говорить о том, что это все-таки этот самый сорт гала. Что ж, я получаю таким образом за очень маленькие деньги 2,5 килограмма превосходных семян. Размер как раз тот, что надо для семенного картофеля. Я его сейчас буду пробуждать уже довольно побыстрее, потому что в общем сроки уже поджимают для того, чтобы заняться его пробуждением. Покажу вам вот эту этикетку получше. Бульбаленд здесь написано. Картофель это тоже искусство. И что касается этого производителя, он искусный, действительно искусный мастер. Ну вот такая оборотная сторона. Одним словом, мне кажется, что этот картофель также поступает и на рынке России, белорусский картофель. Он бывает разный, но вот этот просто превосходный. Белорусские производители тоже разные. Тоже с разными сортами и с разным качеством выращивания. Но этот, ей-богу, он даст фору и голландскому, и немецкому картофелю, который там можно найти в гипермаркетах. Что ж, пожалуйста, посмотрите еще раз внимательно на эту упаковку, посмотрите на этот картофель. Если вы его в гипермаркетах увидите, берите смело в качестве семенного. Не пожалеете. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего.